На повестке дня защищенность и безопасность образовательных учреждений города и проведение городских праздников 1 и 12 сентября. У нас везде во всех образовательных учреждениях КТС есть, видео есть, ограждения есть, что у нас там еще, замок безопасности везде есть. Стрелец-мониторинг поставлен. В целом наши школы все готовы, у нас все школы приняты, у нас на сегодняшний день все существует. Главное теперь это инструктаж персонала, это бдительность персонала. Сейчас сделайте акцент, чтобы у вас вблизи ваших образовательных учреждений были оборудованы пешеходные переходы. Большая работа будет идти сейчас вблизи школы номер 2, потому что там будет меняться асфальтовое покрытие с установкой светофорного объекта. Там будет сейчас переноситься остановка и в общем-то уже вчера выезжали и сотрудники Мосавтодора, сотрудники администрации ГИБДД. Там вопрос встал по остановке на Хлебозаводской. Пешеходные переходы нарисованы в соответствии с ГОСТами. У нас знаки установлены и у нас в общем-то все обеспечено. Посмотрите места парковки автотранспорта, посмотрите что можно убрать, посмотрите о бесхозном транспорте, который находится вблизи образовательных учреждений, чтобы мы к 1 сентября все это в общем-то почистили. Посмотрите, где у вас установлены видеокамеры, где-то может быть мешают ветки, где-то нет там какого-то обзора. До 25 августа школы должны быть готовы к новому учебному году. В Ивантеевке все основные работы подходят к концу. Во всех образовательных учреждениях установлены телефоны с автоматическим определителем звонившего абонента. Охрана образовательных организаций осуществляется частными охранными предприятиями в 96% образовательных учреждений. В неведомственной охране в 8. Это у нас одна школа в Небре, 6-я гимназия и 2-я школа. И сторожане в 100% организациях. Ну, наше достижение в этом году – это оплата из муниципального бюджета наших частных охранных предприятий. Образовательная организация для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в детский дом города Ивантеевке. Я хочу напомнить, что сейчас у нас идет изменение названий общеобразовательных учреждений дошкольных и детского дома. Теперь детский дом, они уже изменили устав, изменили название. Теперь он называется «Детский дом от Центр Шанс». Ну, для детей-сирот. Сегодня уточняют действия персонала в случае, если на территорию школы проникают посторонние. Кнопка тревожной сигнализации. Нажимают смело, договора у вас у всех заключены, приезжает группа и разбирается на месте. То есть, какие-то лишние действия, вот эти звонки в администрацию, звонки в полицию, звонки еще куда-то – это потеря времени, сами понимаете. Как и 1 сентября, в День города – особый режим для сотрудников экстренных служб и правоохранителей. 12 сентября у нас, 2 суббота сентября – День города. День города будет проходить на нескольких площадках. Основная площадка – это Первомайская площадь. И дополнительно будет еще по просьбам жителей города еще 4 площадки. Это сквер по центральному проезду, где будет организован детский праздник. В основном этим занимается Комитет по образованию и молодежной политике. И три микрорайона, которые на 9 мая уже мы опробовали. Это, как всегда, детская, это Бережок и нашкольный. Три точки, где будут выставлены сценические площадки. Но они будут установлены 11-го числа, как и основная сценическая площадка УДК и Увелейный. Поэтому я сразу предупреждаю, что нужно подумать об их охране в ночное время. Комиссия признает положительными результаты работы по приведению антитеррористической защищенности объектов здравоохранения города. Что касается Вантеевской ЦГБ, мы привели в течение апреля-мая, как говорится, что подруг 14 апреля, соответствующую антитерризацию пожарной и антитеррористической безопасности по Ревантеевской ЦГБ. И на мое удивление было выявлено довольно-таки ряд серьезных задач, которые перед нами сейчас стоят, которые мы должны в определенный срок выполнить. То, что касается пожарной безопасности, значит, это в соответствии с предписанием и повторной проверкой код надзора. И по антитеррорам мы там проводили изучение документов и совместно с старым отделом Минздрава тоже, в общем-то, привели в соответствующую антитерризацию. Значит, на сегодняшний день, что предпринимать? То, что, в общем-то, касается части не требующих соответствующих больших материальных затрат, мы сейчас приводим в соответствие, разрабатываем, разработаем план мероприятия, и мы это все выполняем, и я думаю, что в качестве срок все это будет исправлено. То, что касается небольших затрат, мы привлекли спонсорские деньги, и сейчас эти мероприятия выполняем. По всем остальным пунктам, которые необходимо устранять, мы направили письмо на министра здравоохранения Московского областа, ссылкой на те недостатки и на те прописания, которые нам указаны в соответствующем уровне. Также сегодня обсудили вопрос более жесткого закрытия периметра больницы.